Владимир Путин Почти 20 лет живет в Москве. Виолончель, Жазир и Авдигали. И дома звучит постоянно. Все хорошо в меру. Теперь получить российский паспорт будет проще. В документе, который внес президент, целый ряд важных новшеств. Требования смягчаются для более чем 20 категорий лиц. От детей до ветеранов войны. Речь идет в частности о наших соотечественниках. Это граждане бывшего СССР. Их дети. Те, чьи близкие родственники живут в России и имеют российский паспорт. Документы в ускоренном порядке получат те, кто родился на территории нашей страны до 6 февраля 92 года. В этот день вступил в силу закон о гражданстве. Вот он, момент истины. А также военнослужащие, которые принесли присягу до этой даты. Упростят требования для участников госпрограммы по переселению соотечественников. Шах и мат. Резонансная тема поднималась и на недавнем заседании Валдайского клуба. Моя-то позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса. Ну, это что? Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. Законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Это, кстати говоря, и требования рынка труда. Вот. Так что мы думаем над этим. Каждый невнятный ответ администрации Байдена только разжигает аппетиты и увеличивает наглость кремлевской банды. Вы сослались на заявление Шойгу. Это историческое заявление. Это уже наглейший классический глявец, где просто издеваются. Да, мы вам врем, но вы все равно это проглотите. Два заявления сделал Шойгу. Первое, что американцы завезли химическое оружие на территорию Украины, на Донбасс, для подготовки к химической атаке. И второе, еще более замечательное. Американцы устраивают огневые точки в живых домах и объектах социальной значимости. Что означает эта подлейшая формулировка? Это оправдание будущих ракетных ударов по Украине, в которых будут гибнуть люди именно в живых домах и в объектах социальной значимости. А обвиняться будет в этом американцы, которые там установили огневые установки. Ну, уже совершенно нагло ничего не скрывает Москва. Из Вашингтона официальные из администрации Байдена раздаются сигналы готовности поговорить, пообсуждать. Да, не все мы можем принять в этих предложениях. Ну, вот один трек, второй, третий. Вчера злой следователь Шойгу рассказал, как будет вестись война и как она будет оправдываться. Российская полноценная. Добрый следователь Роб сказал, что его обнадеживает реакция Вашингтона. А, кстати, на обвинение самого Вашингтона в чудовищном преступлении. В подготовке использования оружия массового поражения на территории Украины. И что уже назначены сроки, назначены люди, которые будут вести эти переговоры, согласованные к неравиатуре с обеих сторон. В Москве удалось подменить полностью повестка наглейшей агрессии, оккупации Украины и готовящуюся масштабного решения от агрессии. Заменена повестка обсуждения каких-то российских жалоб, озабоченностей о якобы угрозе ядерных ударов по России. И Вашингтон, это там устами неназванных нам сотрудников баннерской администрации, это принял. Там же в ультиматуме введено новое понятие. Страны, ранее входившие дальше в барабанную пробь, и союз советских социалистических республик выделили. Это 14 государств, и все они теперь признают, а ультиматум требует признать их какими-то опущенными на зоне исключительных интересов России, не имеющих никакого права в свои внешние и даже внутренние принципы. Но этого мало. В документе, направленном в НАТО, Кремль идет еще дальше. Убрать, вернуть инфраструктуру НАТО к рубежам 1997 года, то есть это до первого расширения НАТО. То есть фактически НАТО требует отказаться от защиты Латвии, Литвии, Эстонии, Польши, Болгарии, Румынии далее по списку. И вот что совершенно поразительно для меня, и что вызвало такой восторг и воодушевление в Кремле, его не послали куда подальше, а с ним собираются очень серьезно разговаривать и озабочить. Это линия Салливана. Ее не придерживается тот же Блинкен, который вчера выступил довольно резко, напомнив, что никогда Соединенные Штаты не признают никакую зону, новую Ялту, зону исключительных джинсов. Но другие сотрудники администрации Байдена уже готовят переговоры по этому поводу. Конечно, эта политика вызывает... То есть две новости из Вашингтона, я суммирую. Очень плохая. Своими невнятными ответами Байден пощаляет агрессию Москвы. И второе, это линия, которую Байден называл «маленький гаденыш Салливан», я иначе его не могу назвать, его уже нельзя трактовать как полезного буржуазного идиота, это просто сознательный агент Москвы, выполняющий ее повестку. Эта линия будет встречена резким сопротивлением, и она уже встречена и Конгресса, и медиа, и американского политического эстеблишмента, и весомой частью администрации Байдена, я имею в виду Блинкина и Осина. Но на сегодняшний день это тот официальный ответ, который получает Москва, и он ее вдохновляет на дальнейшие провокации. При чем здесь Россия-то? Эта линия началась проводиться в Женеве, Путин обнаглел еще больше, на видеоконференции еще больше, и мы дошли уже до предела. Но после того, как вас обвиняют в том, что вас, я имею в виду американцев, что вы готовите химическую войну, уже бессмысленно продолжать ту же самую линию. Она приводит к обратным результатам. Ведь совершенно ясно, и Салливан тут сыграл зловещую роль. Ведь ясно, к чему Путин готовится. Его же военные, тот же Герасимов, ему объяснили, что масштабное вторжение в группу Украины – это катастрофа для России. Во-первых, прежде всего, сопротивление украинской армии, украинское общество будет яростным, и потери российских военнослужащих будут неприемлемы для русского общества. И, во-вторых, формально американцы объявляли санкции. Так ему же этот, еще раз повторю, гаденыш Салливан подсказал, помните, на своем брифинге, он подчеркнул, что да, мы введем адские санкции после того, как будет совершено масштабное вторжение в группу Украины. А пока, да, после того мы введем санкции, и будем осуществлять подставки вооружения. А пока, извините, мы замораживаем, на следующий день была выключена статья 100 миллионов долларов из оборонного бюджета по ставке вооружения. То есть пусть нам подсказали, ты давай делай, что хочешь, только то, чтобы это не было интерпретировано как масштабное вторжение в группу Украины. И тогда мы не обязаны вводить адские санкции. Ну вот, поэтому вы же видите, все сейчас сконцентрируется вокруг Донбасса. Вот эти химические оружия. Вновь возобновилась вербовка этих так называемых добровольцев-освободителей Донбасса. Вот всяких этих моторыл с автопоморьяка Крайней России их снова вербует. То есть ясно, что Москва задумала. У нее действительно нет сегодня сил для масштабной атаки и оккупации Украины. Будет провокация на Донбассе. Москва ответит на это силовыми акциями в Донбасском регионе. Ну, может, каким-то движением в сторону Мариуполя. И ракетными атаками вглубь Украины. По инфраструктуре, по складам вооружения и так далее. Открытым текстом вам об этом всему миру говорят Шойгу и Лавров. Здесь все умные люди. Все все прекрасно понимают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok